Ир Булзан, пусть ланача не бурнащ, тхавасла, илемля, аван. Кашны гун, ир ещи дезегетря, чавашей наци телевидение, тюре ферендже, ир Булзан Каларам. Ольга Элемех, Дмитрий Вириялов, ирбейрех сире вранмабулышеч, хаваска молдуем парнелищ. Кашны ир, уихран тарне вранар. Шена ирагуна, тарле бушвар. Кашны ирбейрех сире вранмабулышеч, хаваска молдуем парнелищ, хаваска молдуем парнелищ, хаваска молдуем парнелищ. Кашны ирбейрех сире вранмабулышеч, хаваски молдуем парнелищ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 кошмар за ткани поехал гердет иван мазара шлеме видым греет юн пузы мне гергене кердет тогда в шамраку гармонии берге газа браскелета кмова бурночка волневая хватма урава валию кускану земтуны видим греет в шахсе миша пазир придешься куне и геви живут ширин водорах учар в украине купление и люди шамракова гармония туза коварма пулжать вопиран к молжан я вапла када иры шаржа замком а ваше клеме пулжащи эфирже вазен шаржу без ивланы уруха газан ароматерапии у ритуем журадать савана шкюрдет шак шаржем и дем ютпвб пушми мине видим грешче анчах паризем заван даращи бузанте призем хурван дармада бударащи шаван басу ламабыль миле тасыр хрен эвкалифт па жасмин нерфтыдым не лопландараши грейптрут шыржи кымала жеклет челеджедек семге пурныш хавауне войладаще сирын еридаврау яванақ чедек сем бул чешаға шак назунатпыр элзен елемеде пирын кымал жын парғадарла тада үтварақ кумала теза галаш шас чахсем кула организм жын паға бұныне ос чахсем деп авардашы агыны каварым кула тада савана шылай кымала бұла хаваслық гармония ергеленед волтерлечерден фидереген ябала зымду загварад шавнамай кумалдан куны сылыға лайхватмада бұл жадиккен стрезын ябақ видымне пузарма ховар кіліштерген чинзем шумне сардынны бұл жадь тусла үдавану вғданже үзімбе саваныш гармонизм ергеленедше вазым сывлыға лайхвата ша бұрны жа туза ша үдаванма ердаган жинзем саға ларақ чирлесе тада чирлезенде ховар трах сывала ша теза вешірашаға интернет рашавын бада сирын паян ергене тундегун камалаван ахмар бұлзан юратны жинзене халяға халяға күрзағы дала ма вайуырағы дала ма кеп туза үлмеде бұлдарадар тада камалавар валиде камалаваджы клеме елдаржызым валиде камалаваджы клестезен шығыз ағвар берем вконтакте сайтры үшканра вазым валли саламзым манжудпа вазым ша взаламзыне түрі фердачы ваш еннац слизын түрі ферінжы келезең тада вазым валиде кумелдеймін хитрэ юры ларца барзан вазым комалаваджы кле нет эжэрні, әш куне, лаек рағы ирдсігайад тены вазым чырлеше булзан дажагыңбек комалаваджы келезең түрек сылалза жетмеде бұлдар ашы шығырзагы вар берем вконтакте сайтры үшканра саламзым валаза барада пызэне түрі эфердак Продолжение следует... Сейчас мы будем делать хуран-кукли, чувашские вареники с начинкой из запченого картофеля, яйца, зеленого лука, который продолжает нарезать. Единственное, что Алексей мне доверяет, нарезать лук. Также добавлю в начинку сливочного масла для вкусного. Дорогие зрители, мы уже успели, вернее Алексей уже успел замесить тесто, поэтому тесто у нас уже готово, вам придется все это делать с нуля. Так, лук я уже весь нарезала, готова помочь еще чем-нибудь. Есть так, можно положить туда творог. Вот как раз эту пачку. Творог или творог? Творог. Творог привычный, творог, наверное, правильный. Так что я делаю с ним, я прослушала. Надо просто положить сюда и перемешать. Всю пачку? Да, прям всю пачку. Тесто, значит, надо раскатать на толщину где-то полтора-два миллиметра, чтобы его было не очень много. В то же время, чтобы его было достаточно, чтобы они не раскрылись в процессе варки. Можно добавить лук. Здесь? Я пока начну делать такие крючки с тесто, которыми мы будем заворачивать нашу начинку. Немножко посолим. Ну и можно чуть-чуть поперчить. Это получается пельмень. Обычно закручиваем, это пельмень. Сцепляем. А, это уже теперь, да, это уже не пельмень. И придаю ему. Форма. Похоже на головной убор Чулешин. Форму солнышка. А, солнышка. Да, в данном случае форма солнышка у нас. Теперь можно продолжить. Да. Пускаем их в нашу варенье. Дальше посоленную воду. Отправляются в воду. Чулешин, я думаю, вареньки наши уже сварились. Пошло уже минут, наверное, 10 или 15. Давай уже посмотрим, что с ними там происходит. Достанем их. Они у нас совсем уже готовы. Музыка. 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 Кстати, у меня было подозрение, что они разварятся и не будет вот этой сердцевины. Она, кстати, осталась. Так что, что же лучше делать в такой форме, да. И вот и маинцы являются. Масло мы добавляем в сердцевину. Добавляем как раз в серединочку. Масло у нас сливочное. Да, мы его растопили. Залили в сердцевину и украсили все это укропом. Вот такая красота у нас получилась. Это что касается вареньков. Музыка. 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 Паян наразу и гончаринбильник мы же. Мен леу явзым же паян. Тадаман Бе Павла жи паян хигун. Пиндея шитчер шитмель дохар мишу. Паян хигун. Ирландии саложи Томус Мур жирална. Пиндея загажер херахпер мишу. Францы художники, графики, скульпторы. Агюстрину Аргунжи дыгурна. Пиндея загажер шитмель виши мишу. Итальян опера Юрожей. Энрика Каруза жуттенженегильна. Пиндея загажер шири уникки мишу. Советсоюзин театр Бакино актеры. СССР Хава Хартизже. Всеволод Санаев кунжи дыгурна. Пиндея загажер ширим билдек мишу. Вырыс Ширавжи, литература Дыпчевжи. Критиги Андрей Синявский жуттенженегильна. Пиндея загажер ширимулт мишу. Советсоюзин театр Рашей Юрожи. Актеры РСФСР Хава Хартизже. Владимир Трошинджуровна. Пиндея херахвищен мишу. Галаджан рок-музыканжи. Юрожи композитора Джордж Харрисон кунжи дыгурна. Тада хава календарь бе паян савапла Алексей Куне. Хызенменельник зене паян Алексей, Антон, Евгений, Мария, Ятважинзем Павла Таващева зене пугнили бирсам латпар. Тада вуаза барадабхаля и зир пирам вконтакте сайтрим. Ушканра шерзагварна савам зене. Ирина Дмитриева жират. Эбир паян пиран чий шивых та хаква шин намыра. Куприянова Лариса Ивановна. 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 Санна Гура Санна Гура Стуемба Меншин Гизель Юра Дады Беп Сана Бургеберли Щурки Ожи Тюлеклопка Ипту Хады Бепту Хады Санна Гура Санна Гура Стуемба Меншин Гизель Юра Дады Беп Сана Ну нехтуан всем Аккуинчизы балу жубырга бургеберли Меншин Гизель Юра Дады Беп Тюлеклопка Меншин Гизель Юра Дады Беп Санна Гургеберли 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Сегодня у нас в гостях в студии 7-кратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Соловьев и чемпион мира по кикбоксингу Савахудинов Александр. Доброе утро, Александр, Алексей. Утро чемпионов, утро спортсменов, оно начинается вот так вот рано или все-таки нужно высыпаться, набираться побольше сил? Ну, все зависит от того, на каком периоде, допустим, подготовки, если мы говорим про спорт, находишься. То есть обычно утро у меня начинается с чашечки кофе, а у Саши я знаю поездкой в школу и в садик. Ну, режим обязательно соблюдаем, конечно, с утра встаем, чтобы бодрее быть в течение дня. Ну, естественно, зарядка. Конечно. Зарядка, да, но не всегда. Легкая. Легкая зарядка, может быть, или обливание холодной водой, вот Саня любит. А я, честно говоря, больше склоняюсь к зарядке. Ну, нас еще смотрят дети, и я все-таки должен, обязан спросить у чемпионов, чемпионский завтрак, обязательно ли это каша? Конечно, обязательно завтрак. Завтрак должен быть хорошим, плотным, для того, чтобы зарядить батарею на целый день и чтобы хватило до обеда. Согласен. Так же, да, с утра по завтрак поплотнее надо. В общем, будущим чемпионам, молодым дарованием, будущим российским спортсменам мы настоятельно рекомендуем побольше кушать кашу, и тогда вы будете здоровыми. И, в общем, вообще нужно вести здоровый образ жизни. Вот вы, как спортсмены, наверное, тоже можете дать пару советов нашим телезрителям, как вообще, в принципе, нужно начать здоровый образ жизни, если до этого, ну, особо не получалось, так скажем, этого делать, нужно ли прямо вот резко все накормил, все пресечь, или надо как-то постепенно все это приучаться? Нужны ли наставники, или все-таки это можно самому как-то все начать? Ну, конечно, наставники нужны, нужны друзья, которые будут поддерживать в этом. Если такое решение принято, и хочет человек поменять свою жизнь, заняться здоровьем, вести здоровый образ жизни, что сейчас очень модно, я бы посоветовал начинать с позитивных мыслей, в первую очередь, с добрых дел. Это всегда поможет настроиться на положительный заряд и отношение к себе. То есть заняться собой, прежде всего, нужно отбросить весь негатив и уже настроиться на позитивные мысли, на свое здоровье. И, конечно, приходить в хорошие спортивные залы с хорошими тренерами. Ну, можете приходить к нам, мы поможем. Ну, просто есть такие ассоциации, так скажем, стереотипы, то, что, ну, вот, профессиональные спортсмены, ну, они, как бы, с новичками, с такими, с любителями, ну, не тренируют, только вот если вот на профессиональном уровне, если там человек решил вот серьезно заниматься спортом, достигнуть каких-то успехов, или это все-таки не так, все-таки, как бы, для любителей, так скажем, людей, которые, ну, не хотят там участвовать в соревнованиях, а для себя занимаются. Ну, понимаете, смысл в том, что не каждый человек, который приходит в спортзал, сразу думает о том, что он будет чемпионом, да, то есть я тоже сам этого не думал, когда я приходил в зал заниматься, начинал, я не знал, что я там в процессе занятий буду там чемпионом мира, стану или еще что-то, нет, конечно же, все люди приходят, мотивация у всех разная, кого-то приводят родители, кто-то приходит сам, это неважно. На самом деле мы занимаемся и молодежью, и занимаемся людьми, незнакомыми со спортом, мы, одна из основных наших задач, это массовый спорт, развитие, детишки, у нас занимаются там четырехлетние дети, поэтому профессиональный спорт не отделим от массового спорта, потому что массовый спорт, это как раз является поставщиком кадров в профессиональный, поэтому мы с удовольствием занимаемся с молодежью, с удовольствием занимаемся с новичками, это очень интересно посмотреть, как идет становление спортсмена от самого низа до, как бы не все добираются, до профессионального уровня, скажем так, кому-то не хватает просто элементарно не спортивных навыков, а просто нетерпения даже, а ну, как сказать, желания, что-то, да, ну, чего-то вот не дано, то есть не каждому дано, то есть каждый приходит в разном возрасте к этому, кто-то может позднее, кто-то раньше, созревание и все остальное, то есть вот мы с Александром просто всю жизнь уже в спорте, как бы давно, и для нас это жизнь. Ну и, ну, понятное дело, к вам нужно обращаться, ну, по поводу боевых искусств, и все-таки вот для детей, для маленьких со скольки лет примерно нужно начать заниматься спортом, и вот для маленьких детей, для неокрепшего организма, какие виды спорта все-таки они полезнее, так сказать? Ну, вообще, я считаю, что все зависит от каждого ребенка индивидуально, то есть кто-то не готов заниматься в 8-12 лет, а кто-то готов уже в 4, ему очень нравится, то есть приходят родители к нам, приводят детей, мы всегда вот говорим, что первая тренировка, это вот все покажет, то есть интерес у ребенка есть или нет, если у него есть интерес, этому хочется, нравится, он заинтересован, либо он просто балуется, бегает, как бы, да, то есть, ну, видим, что ребенок еще не готов, да, к этому, но есть дети, которые прям очень заинтересованы, повторяют, делают, но есть, конечно, определенные стереотипы в плане того, что вот единоборствами нельзя заниматься слишком рано, да, я считаю, что это не совсем правильно, все зависит от тренера, естественно, никто не оденет перчатки на пятилетнего ребенка, когда я не заставил драться там с таким же, да, или постарше, конечно, нет. Боевые единоборства это намного шире, чем кажется, это не только махание руками и ногами, это общая физическая подготовка, это растяжка, это гимнастика, это очень-очень много всего того, что в итоге делает спортсмена бойцом, да, поэтому большой путь, который предстоит малышу, который приходит в спортзал до чемпиона, до профессионального атлета, конечно же, там очень много всего и времени не хватает, я до сих пор, мы с Александром тренируемся и учимся, мы еще учимся, проведя всю жизнь в спорте, я думаю, что чем раньше начнет ребенок постигать эти все премудрости боевых искусств, тем будет в итоге большой плюс для него, но, конечно же, все, еще раз повторюсь, зависит от непосредственно самого малыша. Совершенность, но нет предела, поэтому надо всегда учиться всю жизнь, сто лет, говорят, живи, сто лет учить, не просто так же придумать. Учиться, учиться, еще раз учиться. Спасибо большое, буквально небольшой перерыв, после которого, уважаемые телезрители, мы продолжим нашу беседу. Еще раз всем доброе утро, уважаемые телезрители, напоминаю, что у нас сегодня в гостях в студии, семикратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Соловьев и чемпион мира по кикбоксингу Савахудинов Александр, еще раз вам доброе утро. До этого мы с вами беседовали о том, во сколько надо начать водить детей в спортивные секции. Ну, разговаривали больше про мальчиков, и мне все-таки интересно, девочек приводят на кикбоксинг, ну и вообще, ну вот на такие виды спорта, как сказать? Да, конечно, приводят, и не меньше, чем мальчиков даже, я бы так сказал, именно приводят, потому что, как бы, у девочек сейчас интерес к занятиям боевыми искусствами очень высокий, но я считаю, что, конечно, он и всегда, в принципе, был просто сейчас больше возможностей, и, наверное, и внимания больше на участие девочек вот в этом деле, потому что и по боксу, сейчас включили в олимпийскую программу определенные веса, да, то есть есть очень большие успехи у наших спортсменок, ну, в смешанных боевых искусствах, поэтому я думаю, что все эти успехи, конечно, вдохновляют подрастающих девочек, и они с удовольствием идут. Ну, и, конечно же, еще то, что меняется немножко, наверное, полярность того, что настоящих мужчин, как говорится, становится меньше в кавычках, вот я, конечно, с этим и не согласен, но отчасти, как бы, здесь есть что-то, поэтому девочки чувствуют себя намного увереннее сейчас и могут дать фору ребятам. Поэтому девчонки приходят, их много, они успешно занимаются. У нас вот есть Полина Петухова, она обладатель Кубка Европы и обладатель Кубка мира прошлого года, член сборной России по кикбоксингу в разделе К1. У нас есть Себрес, девочка, которая призером чемпионата первенства России стала по кикбоксингу в прошлом году, в этом году выиграла здесь по боксу соревнованиях серьезно. То есть я думаю, что, конечно же, у них большое будущее, и мы не делаем никаких поблажек, несмотря на то, что это слабый пол. Ну, в общем, спорт, можно даже сказать, это не просто занятие спортом, приходите, это можно даже сказать, такой некий социальный лифт, это школа жизни, и навыки, приобретенные занятием спорта, они как бы помогают и просто и в обычной жизни в том числе. Конечно, занимаясь спортом, человек получает определенные навыки, но, кроме того, он получает закалку характера, мужественность, какую-то там скорость в решении каких-то вопросов, уверенность. Это ему помогает в обычной жизни, в учебе. То есть это давно уже известно, что дети, которые успешно занимаются спортом, они более уверенно учатся и чувствуют себя в жизни более уверенно. Ну, в общем, да, в очередной стереотип разрушен, то, что спортсмен, ну, обычно вот есть такой стереотип, что если дети занимаются спортом, у них там плохая успеваемость, и вот им нужно заниматься чем-то одним. Это неправда. Нет, я считаю, что, конечно, это неправда. Хотя современной учебы настолько много, настолько много у детей, что она мешает даже занятию спортом в каком-то плане. То есть мы, допустим, 11 класс, мы людей теряем, да, то есть абсолютно. Конец года, конец четверти. Подготовка к экзаменам. Подготовка к экзаменам. Какие-то хвосты закрывают детишки. То есть родители больше, конечно же, нацелены на учебу, чем на то, чтобы они занимались спортом. Но есть ребята, которые все успевают, успешно очень это все делают. Поэтому я думаю, что вот именно они нашли свою такую полосу в жизни, которая им позволяет успешно учиться и заниматься спортом. Спорт и учеба – вещи неразделимые. Учиться обязательно надо детям. И спорт им поможет. Даже в характер, в проявлении характера, усидчивости. В общем, всем молодым спортсменам желаем удачи не только в спорте, но еще и в учебе. Это одно значение. Хорошо, кикбоксинг. Я сразу прошу прощения. Я не очень хорошо разбираюсь в спорте, особенно в боевых и сусбах. Кикбоксинг. В чем отличие между боксом, кикбоксингом, восточными боевыми единоборствами? Ну, все очень просто. На самом деле, кикбоксинг – это яркий такой представитель боевых искусств, который включает в себя работу не только рук, но и ног. Кроме того, есть очень много направлений, которые позволяют заниматься практически всем. То есть, кикбоксинг не имеет противопоказаний к тренировкам. То есть, если у вас слабое зрение, допустим, да, то есть в боксе вам скажут, все, вы не имеете права, да, вы не можете ходить в бокс. В кикбоксинг вы можете ходить, вы можете участвовать на соревнованиях, потому что есть такие дисциплины, как point fighting, есть такие дисциплины, как light contact, это дозированный контакт, либо вообще там до одного касания. Есть демонстрации техники под музыку, то есть, да, даже такие дисциплины. Ну, есть и жесткие, такие как K1, full contact, full contact с low kick, есть кикбоксинг, freestyle, там включены все, то есть, по сути, то же самое MMA, то есть с бросками, с добиванием, есть очень жесткие направления. Шутбоксинг сейчас на базе этого новый национальный вид спорта, который возрождается, это называется казачий бой, то есть это учкур, тоже, по сути, направление, которое сейчас национальный вид спорта, который развивается успешно в России. Поэтому направлений очень много, на самом деле легко запутаться, но кикбоксинг, это кикбоксинг, все то, что вы видите, когда люди в перчатках бьют руками, ногами, практически это кикбоксинг, то есть в том или ином подходе или интерпретации, но это основа его, как бы, кикбоксинг, который является одним из самых сильнейших и опасных видов спорта. Да, и мне хотелось еще сказать, что многие не понимают, говорят, думают, что кикбоксинг, в основном ноги, но обязательно руки, техника рук, это не хуже, чем в боксе, да, даже где-то и лучше, это должно быть сочетание рук-ног, это тоже важно, важно понимать. Ну да, то есть классический бокс включает в себя прямые удары, боковые снизу, да, то есть в кикбоксинге есть еще супермен панч, это, то есть удар в прыжке, бэнкфест, удар рукой с разворота, вот, а у учкур, у них вообще боксерские перчатки, немножко видоизменены и разрешены удары стороной перчатки внутренней, которые запрещены удары, допустим, в боксе, в профессиональном или в олимпийском, поэтому здесь возможности в технике более, как бы, более широкий подход. Поэтому у нас наши кикбоксеры, которые более-менее хорошие, там, ребята, они могут свободно выступать по боксу, то есть, ну, исключая руки там, ой, ноги исключая, чисто вот на руках они выигрывают бои, у нас ездят многие, и по профессиональному даже спорту, ну, то как бы вот так. А не тяжело ли вот, ну, спортсменам, кикбоксерам вот переключаться, так скажем, на бокс, потому что, ну, обычно в привычку, наверное, входят удары ногами и... Ну, на самом деле, ногой ударить не так просто, как кажется, и случайно ударить ногой, это просто невозможно, да. То есть, я могу сказать, это 100%, если человек выходит на бой по боксу, я выступал по боксу, Саша тоже, то есть, никаких проблем нету в плане того, что опасно можно ударить ногой, нет, конечно же, нет. Для того, чтобы ударить ногой, нужно перенести вес тела, да, то есть, нужно сконцентрироваться. Так просто не бывает, что вот раз, бац, и удар. Нет, на самом деле, это все технические, серьезная техническая подготовка. А по боксу, да, то есть, уровень спортсмена-кикбоксера позволяет успешно выступать, делать, как бы, выходить на бои по боксу. И таких примеров, когда кикбоксеры становятся чемпионом мира по боксу, по профессиональному уже есть, допустим, их много. То есть, и я сам провел 18 профессиональных боев по боксу, и два международных титула имею. То есть, я не... Супер-дюжновесие причем. Да, да, были хорошие бои, были сильные промоушены, в которых я выступал. Я, допустим, в Америке подрался в шоу Дона Кинга, то есть, это самый высочайший уровень. Бой был в казино, в Фоксвуд, и поэтому, например, я считаю, что уровень был действительно достаточно серьезный. Поэтому для меня не было никаких проблем с тем, чтобы выступать по профессиональному боксу. А вот мне вспоминают сразу бой Алексея Ивановича, когда он выиграл одного человека, ну, он тот был с Украины, который в свое время очень нокаутировал кличку чемпиона мира, с чемпионом мира, с чемпионом 200, да. И они встретились в профессионалах, и Алексей Иванович в третьем раунде нокаутировал. Тот был боксером базовым, Алексей Иванович был, считай, уже из кибокса пришел. Вот тоже как пример, то, что боксеры, ну, такие боксеры могут спокойно в бокс выходить и работать. Ну, да, таких примеров много. Мы, допустим, в своей подготовке, я никогда не запрещаю ребятам участвовать на соревнованиях по боксу. То есть, я приветствую, пожалуйста, это позволяет более широко смотреть на технику кикбоксинга. И поэтому, как бы, возможности у человека, если у него есть желание прочувствовать себя и по боксу выступить, завевать там какой-то титул, либо выполнить норматив мастера спорта, это мы только приветствуем. Это также участие в других видах боевых искусств, даже в смешанных боях. Ну, это вот то же самое, как, допустим, бы, вот, ну, просто тоже наслышан, то, что хоккеисты иногда там тренируются у тренеров по фигурному катанию, чтобы увереннее стоять на коньках. Ну, вот что-то... Либо играют в гольф. Да, да, либо что-то... Хорошо, еще вопрос. Считаете ли вы, ну, уместными вот такие вот эксперименты? Ну, тоже я, возможно, могу ошибаться. Иногда проводят такие частные бои, когда смешивают, ну, допустим, кикбоксера против, там, борца или, вот, боксер, там, против мастера, там, боевых восточных единоборств. Уместно ли это? И можно ли считать кикбоксинг, так скажем, ну, вот в таких вот соревнованиях универсальным видом спорта? Ну, кикбоксинг, конечно, без сомнения, у него универсальный вид спорта. И на заре кикбоксинга, я говорю, там были такие бои, в которых разрешены были и броски, и добивания. Но, конечно же, боевые искусства, они постоянно эволюционируют, ничто не стоит на месте. И, на мой взгляд, сейчас, конечно, результатом этого эволюции, это, конечно же, стали смешанные бои, бои, которые мы видим, хорошие промоушены Белатра и UFC, да, проводят у нас Дурмагомедов и все наши чемпионы, которые там выступают, Федор Емельяненко, наш великий спортсмен. Я думаю, что, конечно же, будущее, это за этими боями, конечно же, кикбоксинг как базовый вид спорта, да, который дает ударную технику для бойца, который может выступать по смешанным единоборствам, я считаю, в приоритете. Ну, конечно же, там очень сильно должна быть подготовка борца, борцовской техники, то есть базовые борцы сейчас очень сильно переучиваются на ударную технику и успешно выступают. То же самое, как базовые ударники, кикбоксеры, тоже много примеров, которые идут в смешанные единоборства, ну, это, конечно, уже меньше. Вот, но на самом деле кикбоксинг, он очень универсален, универсально в своем подходе, то есть, я говорю, есть дисциплина фристайл, где разрешено все, там то же самое, по сути, тоже те же смешанные боевые искусства. Еще, ну, я опять-таки чисто по слухам, по нацвышенности знаю то, что, ну, советуют, рекомендуют, ну, людям, которые занимаются кикбоксингом, боксингом и другим видом спорта, еще, допустим, заниматься каким-нибудь другим видом спорта, силовым каким-нибудь, допустим. Занимаетесь ли вы еще чем-нибудь? Ну, у нас кроссфит. Да, есть современное направление, которое очень помогает сильно в подготовке, и все топовые бойцы сейчас, все топовые бойцы, вот, всех видов, которые вы перечислили, и бокса, и кикбоксинга, и смешанных боевых искусств, они, конечно, занимаются функциональным тренингом очень сильно, и вводят это в свой тренировочный процесс. Программа берут специальных тренеров по силовой и функциональной подготовке. У нас такие тренировки тоже присутствуют, мы делаем на них большой акцент. Иногда мы не занимаемся ударной техникой, занимаемся только кроссфитом, но только функциональным тренингом. Это позволяет быть всегда в форме, быть выносливым, иметь силовую выносливость. То есть это необходимая и сейчас неотъемлемая часть, я бы даже так сказал, подготовки любого бойца хорошего уровня. В общем, общее физическое развитие, это обязательно. То, что мы, начиная мы с детишек, мы проводили соревнования по приседаниям, по отжиманиям, то есть мы по такой терминологии, используя терминологию там кроссфита, есть система табата, которая позволяет определить, допустим, сколько человек выполнит движение за определенное количество времени. Вот, и мы детишек, как раз вот пятилетние у нас дети приседали, и наприседали столько, что я предложил родителям повторить их результат, они не смогли, конечно, и даже не попытались, потому что действительно там были хорошие такие у них показатели. Общая физическая подготовка – это база для любого спортсмена, для любого направления. То, что мы говорим, боевые искусства, либо командные там виды спорта, хоккей, футбол, все что угодно можно сюда взять. Я считаю, что ОФП – это база, откуда уже можно растить спортсмена любого направления, то есть силовое направление, бойцовское направление, командный вид спорта. Без базы, без функциональной базы, без общей физической базы невозможно продемонстрировать свою технику, даже если ты искушен в технике боевых искусств, но у тебя нет подготовки функциональной, физической, конечно, ты ее продемонстрировать не сможешь. Что сейчас у нас очень как бы видно, когда выходят спортсмены, сразу видно, кто как готов. То есть видно, что парень много знает вроде бы, но он не может продемонстрировать это, не может это реализовать, потому что у него нет физики просто, у него нет базы. А когда есть база, вот эта общая физическая, то может двигаться в любое направление. Ну, спасибо большое вам, Алексей. Александр, я думаю, наши телезрители еще очень сильно обрадуются, если вы дадите им, ну, вот буквально пару советов о том, как нужно вести здоровый образ жизни. Ну, я хотел бы повториться, нужно мыслить позитивно, начинать утро с положительных мыслей и заканчивать их с положительными мыслями. Всегда заниматься спортом, думать всегда только о хорошем. Александр Рабаев. Обязательно заниматься спортом надо обязательно. И, как бы, чтобы были мысли правильные, идти к своей цели, ставить перед собой их и идти к ним. В общем, самое главное – это мысли, самое главное – правильно мыслить. Ну, а остальное уже дело за малым. Конечно. Найти у себя хорошего тренера и, собственно, заниматься, не сидеть на месте, а развиваться. Приходите к нам, занимайтесь кикбоксингом, живите активной жизнью. Еще раз большое спасибо, Александр, Алексей. Я думаю, наши телезрители очень вам благодарны за такие небольшие советы по ведению здорового образа жизни. Уважаемые телезрители, передача «Ирбузан» подходит к завершению. До новых встреч. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!